Горячая вода сегодня охрестала около часа, пока коммунальщики разбирались, чье это хозяйство. Но партизаны Железняка в районе администрации Советского района прорвало трубу. Казалось, после ЧП Нововилова, когда маршрутка въехала в фонтан кипятка и ошпарились 15 человек, на такие аварии службы должны молниеносно выезжать. А нет, журналисты успели и с очевидцами поговорить, и картинку набрать, а коммунальщики только раскачались. Дарья Сенникова расскажет подробности. По словам очевидцев, ровно в 10.30 утра из люков на улице партизаны Железняка начало парить. И уже к 11.00 часам часть улицы была затоплена горячей водой. В 11.40 наша съемочная группа увидела на месте прорывов сотрудников коммунальных служб. И уже в 11.50 вода из люков прекратила литься. И вот что говорят сами очевидцы. Едешь, нам не здесь надо было въезд, но так как здесь все везде загорожено, тут везде льется, машины проваливаются. В интернете очевидцы пишут, как раз на месте порыва стоял грузовик и несколько легковушек. Якобы владельцы не сразу смогли пробраться к своим авто по горячей воде. Хотя позже коммунальщики заявят, температура ее была не выше 20 градусов. Так вот, на самом деле оказалось, пока народ прыгал по щиколотку в воде, службы разбирались, а чьи это сети. Дело в том, что тут проходят коммуникации Краскома и Красноярской теплотранспортной компании. Выяснилось, из-за гидравлических испытаний бомбануло трубы Краскома. После этого воду сразу перекрыли. А вот как потом прокомментировали городские чиновники. Это штатная ситуация, совершенно верно. Если вот это происходят порывы, есть аварийные бригады, которые приезжают на место и сразу моментально должны перекрывать. На вчерашний день, на вечер, у нас 33 порыва во время гидравлических испытаний. Мы проводим кропотливую, серьезную работу. В департаменте нам заявили, они еще будут разбираться в сегодняшней аварии. Говорят, чиновники прорабатывают механизм взаимодействия всех служб под сообщение в 2.05 до выезда бригады на место порыва. К слову, за 4 дня гидравлических испытаний на сетях теплотранспортной компании произошло 39 порывов. Краскоме это первый. В сумме на две фирмы у них 16 аварийных бригад. Уверяют, этого на миллионный Красноярск достаточно. Дарья Сенникова, Виктор Шухман, Новости Прима. А эта новость актуальна для таких людей, как я, у кого нет бойлеров. Похоже, все к тому идет, что вовремя мы не дождемся горячей воды. В теории, все должно было закончиться за 5 дней. Но теплоэнергетики обратились к городским властям с просьбой о продлении срока на ремонт и гидравлические испытания. Не справляются они, уверяют руководство теплотранспортной компании. И просят 10, а лучше, внимание, 14 дней вместо 5 на отключение. Ну так вот, сегодня мэр Булатов заявил журналистам, в некоторых районах Красноярска действительно горячей воды в субботу не будет. Кому именно из горожан не повезет, мы рассчитываем узнать завтра. Обязательно расскажем в новостях Прима.